Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. И мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению промышленность выступил с докладом на совещании в правительстве России. Он отметил, что профильная комиссия в составе руководителей ключевых индустриальных регионов и экспертов постоянно проводит мониторинг мер поддержки, которые оказывает правительство для отраслей промышленности. Руководитель региона подчеркнул, что рост обрабатывающей промышленности во многом основывается на тех решениях, которые были приняты правительством по поручению главы государства в прошлом году. В частности, по поддержке направления обратного инжиниринга для импортозамещения необходимых комплектующих. В июле этого года правительство приняло решение о дополнительном финансировании более 1 миллиарда рублей на примерно 30 проектов. Временно исполняющий обязанности губернатор отметил, что в работе профильной комиссии выделили три основных направления. Первое – это стимулирование долгосрочных инвестиций с учетом ключевой ставки. Появляется большое количество проектов и необходимо искать новый механизм поддержки. Второе направление – поддержка действующих обрабатывающих производств. Третье направление – кадры и научно-производственное лидерство. Вячеслав Федорищев выделил здесь отрасль беспилотных летательных систем. Также Вячеслав Федорищев доложил президенту о том, что 63-й регион связался с Курской областью и выразил готовность оказать помощь. Президент рекомендовал главам других регионов перенимать опыт Самарской области. Забота, уважение, справедливость. Замминистра обороны, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева прибыла с рабочим визитом в областную столицу. Она осмотрела Самарский филиал фонда, пообщалась с работниками и военнослужащими, которым оказывают помощь. Анна Цивилева рассказала, что по аналогии с Госфондом «Защитники Отечества» в стране создадут систему военно-социальных центров, которые будут оказывать поддержку не только демобилизовавшимся бойцам, но и действующим военнослужащим. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Заместитель министра обороны, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева с рабочим визитом в Самаре впервые. Здравствуйте! Мы наконец-то добрались. Погода прекрасная, город очень красивый, дорога великолепная. Замминистра приехала в Самарский филиал фонда поддержки демобилизованных военнослужащих. Главная задача фонда – персональное сопровождение и адресная помощь ветеранам спецопераций и членам их семей. Анна Цивилева посмотрела, как работает служба социальных координаторов. Мы же проактивно работаем. И у нас социальные координаторы выезжают на дом, выезжают в медицинские учреждения. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» оказывают военнослужащим юридическую, психологическую, социальную, медицинскую помощь. Заместителю министра обороны показали инновационные отечественные разработки и продукты организаций Самарского региона для адаптации и реабилитации участников боевых действий, инвалидов СВО. В том числе современные протезы, которые разрабатывают в Самарском медицинском вузе. И технологии с применением виртуальной реальности. А не Цивилевы представили также вазовские автомобили с подъемниками, которые разработали для инвалидов-колясочников. Благодаря уникальным механизмам водитель может сам сесть за руль, загрузив автоматически коляску в багажник. Также одна из машин позволяет заезжать в салон на коляске. Сам филиал фонда «Защитники Отечества», конечно же, соответствует, наверное, всем самым высоким стандартам. Очень просторно, уютно, современно, тепло по-домашнему. Это наша основная задача, потому что здесь, руководствуясь основными принципами заботы, справедливости и уважения, оказывается помощь нашим ветеранам. В нашем регионе создана действительно уникальная база для того, чтобы помогать ребятам возвращаться к полноценной активной жизни. Это и полная система реабилитации, комплексной медицинской помощи, шесть протезно-ортопедических предприятий, реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения. И это, конечно, позволяет нам дома, на своей родной земле, ребятам полностью возвращаться к мирной активной жизни. Ни в одной стране, ни в один период не было создано такой системы комплексной поддержки ветеранов и членов их семей. И руководителям Самарской области Вячеславом Андреевичем Федоревичем тоже уделяется большое внимание работы фонда. Скажу, что он на второй день пребывания в этой высокой должности в области, он никого не предупредив, значит, утром рано он приехал сюда. И многие направления, в том числе прикладной адаптации наших ветеранов, тоже получили свое развитие. Анна Цивилева анонсировала открытие военно-социальных центров Минобороны России для участников СВО. Это новая структура, которая будет заниматься поддержкой действующих военнослужащих и их семей по аналогии с фондом «Защитники Отечества», который работает с уже демобилизованными военнослужащими. Сейчас создан военно-социальный центр. Пока он работает только, это большой офис, который работает в Москве. Но также будут открыты филиалы во всех военных округах, а на базе фонда «Защитники Отечества» будут выделены кабинеты, в котором будут принимать сотрудники военно-социального центра действующих военнослужащих. Анне Цивилевой показали творческие мастерские, где ветераны-инвалиды в качестве реабилитации обучаются технике золочения и реставрации. Одну из работ Мадонну с младенцем вручили заместителю министра обороны. Анна Цивилева продолжила общение с участниками СВО в неформальной обстановке. За чашкой чая обсудили программы реабилитации ветеранов, получение высшего образования, переобучения и трудоустройства. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров. События. Бесплатно проехать по платной дороге обход Тольятти можно будет до конца августа, до завершения ремонта участка дороги М5 «Урал», проходящего по плотине Волжской ГЭС. Собственник автомобильной дороги должен выполнить работы по ремонту до 1 сентября. Сейчас пропускная способность ремонтируемого участка ограничена. Закрыты 2 из 4 полос движения. В целях исключения пробок на автомобильной дороге через плотину Волжской ГЭС действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта. Автомобилям общей массы свыше 3,5 тонн запрещено проезжать по участку дороги с 6 утра до 10 вечера. В Самаре продолжается ремонт дворов в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Сейчас идут работы во дворе дома номер 29 по улице Сергея Лозо в поселке Управленческий. Наша съемочная группа побывала на месте. Масштабное благоустройство двора развернулось возле дома 29 на улице Сергея Лозо. На детской площадке уже установлено детское игровое оборудование и спортивный комплекс. Приступили к укладке резинового покрытия, которое будет выполнено в двух цветах. Также уже установили четыре опоры освещения с двухрожковыми светильниками. Они подключены и готовы к запуску. Параллельно с этим в рамках федерального проекта выполняются работы по расширению проезда и обновлению тротуаров вдоль проезжей части. В настоящее время подрядной организацией уложено основание под асфальтирование проезда, парковочных карманов и выходов из подъездов. Раньше здесь ничего практически не было. Здесь была площадка, которая была построена лет 12 назад. Потом нам ее чуть-чуть обновили. Нам пришлось, конечно, потрудиться, привлечь даже супруга. Мы, конечно, замеряли все, полностью рисовали, что здесь будет, полностью придумывали, полностью делали смету. Ну, собирали материалы и, соответственно, предоставили в администрацию Красноглинского района, которая тоже как бы приняла участие. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом дворе расширили парковочные места, чтобы машины больше не занимали внутриквартальные проезды и не заезжали на тротуары. Каждый житель, можно сказать, этого дома имеет автотранспорт. И хотя двор небольшой, ну, в общем, с этим сейчас мы справились. Сделали это благоустройство и надеемся, что это будет полезно для всех жителей этого дома. Жители дома активно участвуют в процессе благоустройства двора. И после его обновления планируют установить видеонаблюдение, чтобы каждый жилет смог следить за поддержанием порядка. Мы со всеми общаемся, со всеми дружим, согласовываем все наши действия. Пока проблем никаких, жалоб пока еще не было. Когда какие-то гарантии не случаются, оперативно выходим и устраняем. В Самаре в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды благоустраивают 47 дворов. Из них 5 комплексно преображаются в Красноглинском районе по адресам. Сергей Лозо 29, 17 и 17А, Коптевская 5, Зеленая 7, 9, 10 и Симферопольская 2. Дворовые проезды, тротуары, парковочные карманы до конца сезона благоустройства обновят еще в 20 дворах района. По содействию, это выполняются два двора, которые сейчас уже контракт заключен. Это Красноглинское шоссе, один будет выполнена спортивная площадка. Золотухина 42, в этих ключах. Там амфитеатр с площадкой из плитки и такая сцена, плюс лавочки и клумбы. И еще планируется собачья площадка на Кузнецово. Работы по благоустройству детских площадок в поселке Управленческий завершат до 31 августа. Августина Охременко, Игорь Казановский, События. В Самаре продолжается обучение общественных наблюдателей на выборах. Уже скоро им предстоит продемонстрировать свои навыки на практике. 6, 7 и 8 сентября жителям региона предстоит выбрать губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов, представительные органы власти. Какими знаниями необходимо овладеть наблюдателю, чтобы обеспечить общественный контроль в ходе голосования, и как проходят обучающие семинары, расскажем далее. В Самаре прошел форум общественных наблюдателей Октябрьского, Ленинского, Самарского железнодорожного районов Самары. Многие из присутствующих уже не в первый раз в этом качестве участвуют в избирательной кампании. Эта деятельность не является профессиональной, и нужно периодически обновлять знания. Плюс к тому еще периодически вносит изменения в закон, чтобы они знали, какие нормы действующие. Анастасия Демкина – общественный наблюдатель от Самарского района. Это не первая ее избирательная кампания. Чтобы наблюдателю обеспечить законность процедуры голосования, важно быть внимательным, ответственным, понимать весь избирательный процесс и четко следовать инструкциям, рассказывает девушка. Эта работа показывает свою эффективность, потому что мы со стороны граждан, мы со стороны общества, и наша работа именно в этом заключается, чтобы было все прозрачно и законно. Обучающие семинары для общественных наблюдателей направлены на повышение их правовой грамотности. На занятиях разбирают не только теорию, но и ситуации из практики, которые случались во время прошлых выборов. Пол наблюдателей продолжает формироваться. На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать независимые наблюдатели или наблюдатели от партии и объединений. 1751 избирательный участок, и закон позволяет на каждый избирательный участок в общественной палате направить до трех наблюдателей. Это связано с тем, мы прекрасно понимаем, что трехдневное голосование – это тяжелый физический и психологический труд для наблюдателей. Естественно, одному человеку крайне сложно все три дня будет работать. Поэтому закон предоставляет право направить до трех человек, которые могут меняться и тем самым наиболее эффективно пронаблюдать за всеми избирательными процедурами. Ответственным за набор и обучение наблюдателей является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, события. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре до 31 октября действует особый противопожарный режим. В этот период на территории лесов запрещено разводить костры, выполнять работы с открытым огнем, сжигать мусор, сухую растительность и отходы. В том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках. Медучреждения Самарской области начали подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В этом году планируют привить от гриппа почти 2 миллиона жителей и свыше 50 тысяч жителей из групп «Риска» от COVID-19. Прививочная кампания в регионе начинается с осени. Врачи предупреждают, что в период переменчивой погоды, в сезон отпусков и путешествий остаются риски заболеть ОРВИ. Чтобы избежать заражения, соблюдайте личную гигиену. Если появились симптомы вирусной инфекции, не лечитесь сами, а обратитесь к врачу. Министерство просвещения России опубликовало график четвертей и каникул на 2024-2025 год. Согласно ему, начало учебного года состоится 2 сентября. Кроме того, все торжественные мероприятия в образовательных учреждениях рекомендовано перенести также на 2 сентября. Подобное решение ведомство объясняет тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Многие предпочитают отдых в бархатный сезон, поэтому заранее позаботились о бронировании путевок. 18% опрошенных планируют отпуск в сентябре, 44% хотели бы отдохнуть в Сочи, 27% поедут в Геленджик, по 25% отметили Минеральные воды и Калининград, 24% Кисловодск, еще 23% хотели бы увидеть Санкт-Петербург, Калининградскую область и 19% Москву и Подмосковье. Кроме того, 16% участников исследования выбрали Казань, 15% Краснодар, 11% Нижний Новгород. Совмещать работу с обучением после получения степени бакалавра собирается 45% студентов по всей России. Согласно опросу, трудиться по окончанию вуза по специальности планируют 38%. Примерно четверть желают продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре, отложив трудоустройство. Исследование показывает, что магистранты, студенты технических и творческих направлений, а также те, кто учится по целевому договору, чаще хотят работать по специальности после окончания вуза. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. По данным ВЦИОМа, у 28% россиян слово «дача» ассоциируется с отдыхом, у 24% с грядками, а у 18% с шашлыками. Наши корреспонденты узнали у жителей Самары, с чем у них ассоциируется поездка на дачу с семьей – с отдыхом или испытанием. Для детей, которые едут с вами, это отдых, развлечение. А для родителей, которые возят этих детей на дачу, это любимая поза наступает по уборке растений, ополиву и всего остального. Конечно, это отдых. Мы живем за городом, поэтому мы никуда не ездим. Мы ездим в город, наоборот. Просто когда мы… Мы очень городские люди, и мы всегда жили в квартире, и мы очень хотели приобщиться к природе. Но это не получалось, пока полдня красишься. Но вы понимаете, как женщина, пока доедешь, уже природа кончилась. Поэтому мы просто купили дом и переехали, и мы просто счастливы. Для меня всегда на даче – это отдых, потому что я знаю, что на даче свежий воздух, звездное небо, прекрасные свежие овощи и ягоды. Если давно не виделись с семьей, то, скорее всего, это отдых будет. А если часто видитесь, то испытание. Сам сбор, наверное, чуть-чуть испытание. Когда семья имеет больше детей, нужно про каждого подумать, спланировать, что нужно взять. Тот намочится, тот еще чего-то. Сначала нужно все спланировать, скажем так. Наверное, будет лучше. А потом уже можно и поотдыхать. Поездка на дачу – больше отдыха. Ну, там и работаем, конечно, и отдыхаем. Все вместе. Отдых. Очень отличный отдых. Перезагрузка за городом. Тишина, красота. Это свежий воздух, это меньше людей. И спокойствие, природа и тишина. Сочный сезон. Август – это пора спелых дынь и арбузов. Их продают в магазинах, на ярмарках и рынках. Где лучше покупать бахчевые культуры и как выбрать самый вкусный и безопасный плод, узнала Ксения Баканова. Август традиционно считается сезоном бахчевых культур. Их можно встретить буквально на каждом шагу. Ранние сорты арбузов, как правило, приезжают к нам из Средней Азии, Узбекистана и Казахстана. Более поздними считаются плоды с юга России – астраханские. При покупке полосатой ягоды нужно обращать внимание на несколько признаков. У спелого плода яркая блестящая корка, которую трудно проткнуть ногтем. Размер тоже имеет значение. Большой арбуз практически всегда спелый. Внимательно осмотрите ягоду. Чем ярче и насыщеннее цвет земляного пятна на корке, тем более спелым будет плод. Звук также играет важную роль. Поднесите арбуз к уху и слегка постучите по корке. Если звонкий, значит полосатый созрел. При выборе дыни нужно сначала ее понюхать. Спелая излучает сладкий медовый запах, который невозможно ни с чем перепутать. Что касается сортов, то самые распространенные – это торпеда и колхозница. Вот этот окрас, именно ярко-желтый, говорит о том, что колхозница очень спелая дыня. А вот торпеду, ее надо тщательно выбирать. Обычно у торпеды должен быть носик мягкий. Это говорит о том, что она уже прям вот дошла, очень будет мягкая, сладкая. Если дыня жесткая, нужно, конечно, подождать. Это же семейство тыквенных. То есть и тыква может лежать год дома в темноте, так же и дыня тоже отлично пролежит и совсем не испортит. Бахчевые хорошо впитывают вредные вещества из атмосферы. Поэтому важно покупать арбузы и дыни не у дороги, где много выхлопных газов, а на ярмарках или рынках. Адреса официальных точек продаж размещены в реестрах на сайте Министерства промышленности и торговли Самарской области. У продавца на бахчевые культуры должны быть товароспроводительные документы. Но по закону продавец не обязан их предоставлять покупателю. Продавец должен предоставить покупателю информацию о производителе бахчевых культур. То есть об индивидуальном предпринимателе или о фермере, который вырастил эти бахчевые культуры, и на какой территории они выращены. Также не стоит брать половину плода или просить продавца вырезать кусочек для проверки цвета мякоти. Во время нарезания пыль, грязь, частички земли и бактерии могут попасть на плод, а затем в организм человека. Ксения Баканова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Тот самый случай, когда встреча с полицией поднимает настроение. В Самаре прошла всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Сотрудники полиции провели спортивное занятие для детей. Вместе с ними активное утро провела Елизавета Прокопенкова. На зарядку все подряд. В парке Гагарина сегодня было по-спортивному азартно и весело. Тон задавали кони, полицейские Барбарис и Буян. Вместе со своими всадниками они участвовали в тренировке. Полицейские проводили спортивное занятие для детей. На площадке собрались представители разных служб. Сотрудники ГАИ и конной полиции, кинологи и криминалисты. Все они выставили свои площадки и в процессе нашего мероприятия дети смогут подойти к ним. Сотрудники смогут рассказать о своей работе. А также, так как у нас есть именитые спортсмены, будет проведена настоящая физкульт-минутка, на которой дети разомнутся и получат море позитива. Провести зарядку доверили профессиональным спортсменам Елене Маркиной и Александру Буяновскому. Для них это первый опыт участия в акции «Зарядка со стражем порядка». Рассказывают, идея отличная. Надеются, что это поможет пробудить интерес к детей, к спорту. Как-то мотивируют и в дальнейшем, и дисциплинируют детей, и помогают, я думаю, в дальнейшем учеба. Учиться хорошо и развиваться во всех областях. Для каждого ребенка, я думаю, каждое мероприятие по-своему будет полезным, нужным, важным. Тем более в летние каникулы, чтобы не дома сидеть, а именно активный образ жизни поддерживать. Необычная зарядка не оставила равнодушными и случайных прохожих. Вспомнив детство, они присоединились к процессу. Крестика. Отлично. И самые-самые высокие брюшки в пять градусов. Выше, поехали. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Самарский бизнес-инкубатор проводит сезон экскурсии, сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. В августе вас ждут захватывающие исторические прогулки по Самаре, раскрывающие новые и неизвестные грани нашего города. 17 августа в пять вечера финансовая Самара по дореволюционным банкам. 24 августа в пять вечера дипломатический Куйбышев, запасная столица СССР, первая часть. 31 августа в то же время вторая часть. Следите за новостями, чтобы узнать подробности о каждой экскурсии и записаться на удобную для вас дату. Поддержать победителя регионального этапа фестиваля от Самарской области Дмитрия Горшкова предлагает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Его работа «Игра теней» вышла в финал голосования фестиваля стрит-арта ПФО «Форум Арт». В 2024 году фестиваль посвящен году семьи и направлен на укрепление авторитета семейных ценностей. Художник вместил в свой труд ценности семьи, поддержки и любви. Мурал нарисован на фасаде жилого дома по адресу Советской армии 121. Чтобы поддержать Дмитрия, нужно позвонить по бесплатному номеру, указанному на экране, и указать в тоновом режиме номер Дмитрия 12. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в Кирове. Самарский район сегодня отмечает 68-ю годовщину с момента образования, сообщает его администрация в Телеграм-канале. В 1956 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР были объединены Дзержинский, Пролетарский и Фрундинский районы Куйбышева с образованием на их территории Самарского района. Эта территория является неоспоримым лидером по числу объектов культурного наследия. По Самарскому району проходят основные туристические маршруты, позволяющие окунуться в любой период развития уездной и губернской Самары. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамараГИС, в нашем Телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках, ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok